Обмеряю все комнаты, захожу в спальню, там вообще девчонки просто полуголые спят, короче. Полы начали поднимать, оказалось, три слоя. Бетон, плитка, бетон, плитка, бетон, плитка. Можно было просто проткнуть пальцем между деревяшками штукатурку и зайти к соседям. Вот эта перегородка, мы ее сняли из поезда и воткнули сюда. Здесь перекрыли, раз, все закрыто, но на всякий случай еще сделали вытяжку. Несколько раз я знаю, что нам отключали электроэнергию, приезжали в милицию, сколько-то раз. Милиция несколько раз была. Бонжорно, роганцы. Всем привет, это мы, наверное. Я Ботиньков Александр, это Тамара, моя помощница, которая ведет все стройки, контролирует строителей, делает там все правильно, что как, по технологии. Руководит всеми прорабами, гроза вообще. Гроза. Стараемся, стараемся от начала довести до конца, чтобы сделать самое лучшее. Поэтому мы вам сейчас в течение пяти минут покажем то, что мы сделали. С чего все начиналось? Начиналось с того, что мы с клиентами встретились, заключили договор. Потом я приезжаю на замер, и что я вижу? Квартира была под сдачу, здесь тусуются молодежь. Вот именно вот на этом месте стояли диджеи, играли музыку. Здесь была большая пьянка, куча молодежи, огромный какой-то затертый диван, такой убитый уже полностью. Дальше, значит, я начинаю все это обмерять, такой извинился, меня там запустили, сказали делать свою работу, все нормально, мы тут дальше тусим. Обмеряю все комнаты, захожу в спальню, там вообще девчонки просто полуголые спят, короче. Короче, замер был такой трешовый, то есть я здесь обмерял часа два, потому что квартира была в каких-то лабиринтах, было все под 45 градусов, какие-то коридоры. Узкие коридорчики, мелкие, узкие. Кухня, здесь ее не было, она стояла в другом месте абсолютно. Была такая маленькая, без окон, без дверей, там вот так вот только боком можно было пройти. Когда мы сделали дизайн-проект, после этого у нас уже клиенты заключили с нами договор на ремонт под ключ. И что у нас получилось? Демонтажные работы, говорю, давайте сделаем, сделали и заключили договор на две недели. По факту демонтаж у нас вышел. По факту полтора месяца, семь камазов. Полы начали поднимать, оказалось, три слоя. Бетон, плитка, бетон, плитка, бетон, плитка. То есть народ даже не заморачивался, просто на плитку делал стяжку и уложил новую плитку. Пришлось ломать все, добрались до стен, до дранки, разобрали весь гипсокартон. И уже обнаружили, что стены, там вот та стена была зашита сантиметров на 30. И когда разломали все, увидели эту дранку, можно было просто проткнуть пальцем между деревяшками штукатурку и зайти к соседям. А теперь валите нахер отсюда и найдите их, за***ли уже. Да блевотин из за***л, уродец. Все, сделали шумоизоляцию, сделали, значит, полы все заново усиляли, закрепляли. Снизу банк и очень хотелось попасть в банк, в хранилище денег, чтобы наконец-то стать мега богатым уже. И прекратить все эти ремонтно-отделочные работы. Полы сделали, обшили стены более-менее, начали делать инженерку, поменяли отопление, водоснабжение, канализацию. Все трубы были старые, гнилые, потому что дом 50-х годов. Квартира выходит у нас на садовое кольцо. И если вот сейчас я, между прочим, открою окно, просто вы можете услышать разницу. Оценить, да, разницу. Оценить разницу. Просто по звуку, слышите шум? Специально ставили очень дорогие стеклопакеты для того, чтобы не было слышно улицы. Потому что, когда изначально стояли старые окна, было примерно так же, как на улице, вечный шум постоянный. Кроме этого, пришлось сделать приточно-вытяжную вентиляцию, там она у нас на потолке. А это для того, чтобы свежий воздух поступал, очищался и в этой квартире уже не приходилось открывать окна, не слышать шум и не дышать вот той улицей, которая там есть. То есть вся эта система фильтруется и воздух в квартире свежий. У нас выяснилась проблема, две проблемы глобальных. Это первое, это соседи. С соседями, да. С соседями воевали очень-очень сильно. Это, наверное, расскажет Тамара. То есть были даже случаи, когда просто поставили уже видеодомофон, включаем видеодомофон и видим, как сосед просто кидаем пакет с мусором к нам в дверь, короче. Мы открываем, он захлапывает дверь. И все. Я в домике. После этого, да, я в домике. Несколько раз я знаю, что нам отключали электроэнергию. Приезжали в милицию сколько-то раз. Милиция несколько раз была. Милиция была несколько раз. Бабушки, дедушки, каждый сходил по три раза к нам, что мы тут кого-то убиваем, кого-то. Что мы там делаем-то? Там они в милицию заявления вечно писали какие-то. Ничего страшного, мы все решили, со всеми подружились. Единственное, что мы не смогли, так это договориться с соседкой бабулей рядом, которая категорически не разрешила переделывать вывод газа. Но ничего, мы решили эту проблему и с ней справились. Увидите дальше. Сейчас покажем, как это сделали. А это комната для маленькой принцессы. Что здесь сделали? Она довольно-таки компактная, небольшая. У нас есть небольшое такое спальное место, но в принципе поместится и взрослый. И здесь придумали второй ярус для бабушки, если она у нас приедет. Все довольно-таки компактно. У ребенка есть своя подсветка. И когда ты засыпаешь, ты можешь включить себе отдельно свет. Когда уснул, выключите. То есть довольно-таки удобная штука, чтобы не бегать, не прыгать по комнате. Ну и кроме этого, здесь у нас есть учебная зона обязательно, где можно делать уроки. Здесь у нас сохранятся все письменные принадлежности, стикеры, всякая ерунда, книжки, учебники. И обязательно шкаф для одежды. Шкаф для одежды является такой вот у нас гардеробной частью. Причем, обратите внимание, сверху делали раздвижные дверки. Это по той простой причине, что у нас сверху висит кондиционер. И распашные дверки уже сделать нереально. Комната довольно-таки компактная. Но что важно? Здесь есть приточно-вытяжная вентиляция. Там вот у нас на стене. И сюда поступает свежий воздух. Это очень важно для ребенка. И кроме этого, если обратите внимание, за этой стенкой у нас находится второй шкаф со стороны спальни родителей. Сейчас я вам его покажу. Показываем комнату Егора. Здесь будет жить молодой человек, ему 10 лет. Все сделано так, чтобы было ему комфортно, удобно, приятно. Чтобы он мог провести как мини-патио со своими друзьями. Для этого есть зона отдыха. Спальное место, обратите внимание. Зона, где он будет отдыхать. И, соответственно, играть. Он у нас будущий спортсмен. Поэтому смотрите, как все здорово придумано. Здесь вот идет телевизор. Пока вы видите, что мы его не навесили. Специально сделаны вот такие вот кабель-каналы. Для того, чтобы, когда вешается телевизор, не было никаких видно проводов сзади. Зона света сделана очень удобно. Для того, чтобы, если Егор поднимается уже спать, отойти как бы ко сну. Он может, не спускаясь, полностью управлять всем светом. Очень удобно и компактно. Также вот смотрите, ящики, которые полностью по всей лесенке выдвигаются. И можно туда сложить, начиная от игрушек, заканчивая своей обувью. И убрать все полностью в своей комнате. Также для молодого человека было удобно сделано шкаф, который не имеет ручек. А все это идет в фрезу вырезанную. Для того, чтобы никто не зацепил. И было очень удобно, комфортно. Вот именно здесь находится вот этот газ, который мы не смогли отключить. Потому что соседка нас не пустила к себе в квартиру. Пришлось придумывать систему вентиляции, утаскивать туда вот вентиляцию. Здесь перекрыли краз, все закрыто. Но на всякий случай еще сделали вытяжку, перестраховаться. Ну и кроме этого, то что рассказывал, вот с этой стороны у нас шкаф, стенка в детской. Со стороны комнаты родителей это шкаф. Вот здесь находится шкаф в детской. Со стороны комнаты родителей это стенка, на которую сейчас ребята должны повесить телевизор. Ну, у каждого из родителей есть свой блок управления светом. То есть можно включить, можно выключить свет. Важно, что в этой комнате. Важно то, что вот эти две комнаты выходят во двор. И здесь нет такого безумного шума. Плюс хорошая шумоизоляция. Плюс специальные шторы, которые у нас мало того, что красивые, вот такие шелковые. Они еще служат звукоизоляцией. То есть там очень плотная ткань специальная. Шумоизоляционная сделанная. И они двойные, плотные. То есть это как идут как blackout, так и защищают от шума. То есть можно здесь спать и не париться, что во дворе там работает сигналка у кого-то, еще что-то. Есть обязательно своя ванная комната. Идем в ванную комнату. В принципе, все компактно, все уютно. Здесь у нас есть душевая дверка, которая открывается в две стороны. В чем прикол этой дверки? Когда открываете наружу после душа, то у вас сюда вытекает вода и пол всегда мокрый. Поэтому очень долго клиенты, мы с клиентами искали, чтобы дверь открывалась в две стороны. Кроме этого, есть блок управления душем. Можно принимать душ с верхней лейки, а можно просто с ручной. И здесь в шкафу у нас спрятана уже вся инженерная часть. Общая ванная комната. Какие здесь фишки? Специально искали вот такую ванну какой-то неправильной формы для того, чтобы здесь был максимально большой проход. Потому что все компактное, квартира не очень большая. Здесь ванная у нас уже, там ванная у нас шире. Здесь у нас как раз такой довольно-таки комфортный проход. Кроме этого, здесь стоит унитаз со встроенной системой инсталляции. Здесь у нас есть душевая перегородка, которая раскладывается. И можешь принимать душ. Изначально мы немножко накосячили. Смотрите, что сделали. У нас по проекту кран должен стоять здесь и душевая должна стоять здесь. Но когда приобрели вот эту ванну, поняли, что ты лежишь в ванной. И тебе в левый глаз начинает капать вода из крана, либо из душа. Поэтому пришлось душ переносить. И куда переносить? Решили его по центру стены перенести. А душ уже переносили сюда, потому что перегородка закрывает всего лишь вот это вот расстояние. То есть вот такие вот нюансы всплывали уже во время стройки и как-то их постоянно решали. Ванная у нас акриловая. И опять-таки, чтобы все правильно сделать, под нее ставили металлический каркас. То есть здесь есть фирменный металлический каркас, на который ставится вот эта ванна для жесткости. В противном случае, если ставите пластиковую ванну, когда вот так надавливаете, то может отлететь плитка, потому что акрил продавливается. Здесь все довольно-таки жестко. Здесь у нас есть люк скрытого монтажа. Вот он открывается. И доступ к сифону, и доступ у нас, значит, к каркасу, к сифону, к переливу. То есть все можно достать. Кроме этого, здесь спрятан шкаф, в котором у нас стиральная сушильная машина, водонагревательный бак, полочки под всякую мелочь, химию и так далее. Ну и сверху можно еще что-то поставить. В общем, еще есть такая очень удобная штука, как ночная подсветка. Когда ночью встаете, вам же будет бесить, когда свет бьет в глаза. Поэтому делается в стене такой вот светильник, который светит только на пол. Не попадает в глаза. Буквально один-два на коридор, и вы уже идете ночью по светлому коридору. Пол светится, но в глаза сильный свет не бьет. Вот такая штука. Четко. Получается у вас действительно. Умеете. Могете. Кроме этого, здесь у нас сделан паркет, керамогранит. И обратите внимание, что все сделано в одном уровне, без всяких дебильных порожков. Все четко, все классно, все в одной плоскости. Получается у вас. На объекте использовали итальянский оригинальный вот такой вот цвет от фабрики Мазиера. Как раз я ездил на фабрику, и вы видели мою передачу. Кроме этого, интересно интегрировали фартук и столешницу с переходом рисунка к камню. Кстати, не каждый это может сделать. Знаете об этом? В общем, фишка современных кухонь в том, что когда встраивается техника, она очень греется. И когда покупаете, значит, бытовую технику, нужно считать техничку. В техничке написано, что должна быть вентиляция. Что для этого делается? Для этого вот здесь делается короб. То есть вся вот эта кухня, верхняя часть, она не до конца, она короче. И вентиляция идет туда вот под потолок. Кроме этого, снизу всегда ставятся решетки для того, чтобы воздух холодный проходил и получалась конвекция. Это делается для бытовой техники, для холодильников. Просто очень многие это забывают делать. Полностью для нашего проекта мебель делал Медведев Виталий. Он вам сейчас расскажет свои сложности и все по нашей мебели. Эту кухню делали полностью мы. По сложности у нас была определенная задача попасть в цвет стены. Я думаю, что мы попали. Значит, кухня у нас изготовлена в классическом стиле. Была некая проблема стыковки строительного карниза с потолочным молдингом. Значит, кухня у нас, вся фурнитура использована компанией Блюм. Компания Блюм у нас дает пожизненную гарантию. Все у нас с доводчиком. Также у нас имеется вот такая подсветка полок. Столешница у нас выполнена из кварцевого агломерата. Делали ее не мы. Наши партнеры. Ребята находили своих партнеров. Клиент скинул фотографии где-то дорогого итальянского стола. И попросил, и обратился к нам с просьбой, чтобы мы повторили этот стол. Ну, у нас все получилось. Кайфово, что Виталик... Это я! Смог выполнить нормально эти шкафы. Сделать интегрированные ручки, которые довольно-таки удобно брать. Очень удобные штуки. И которые просто не торчат, не бесят. Прям супер! Ну, также у нас, в принципе, стол. Учебники, учебники. Зона, где можно с Виталиком паспаринговать, да? Вот, полазить. То есть, ну, мебель кайфовая, на самом деле, Виталик, спасибо. В общем, здесь у нас тоже также стояла задача сделать двухъярусную кровать по дизайн-проекту. Значит, у нас были изменения по поводу открывания вот этих вот ящиков. Изначально мы придумывали, что будет открывание пуш-ап от нажатия. Но потом прикинули, что это будет неудобно, когда будет Егор у нас подниматься. Он будет ногами задевать эти ящики, и они будут открываться. Поэтому сделали вот такие врезные ручки. И достаточно функционально удобные и вместительные ящики у нас получились полного выкота. Фурнитура у нас тоже блюм. Также перед нами стояла задача. Мы пришел сюда вот такой готовый диван. Нужно было сделать панели из этого же материала. То есть, мы нашли вот эту ткань и сделали один в один. Вот эта вот штука, вот эта перегородка. Мы ее сняли из поезда и вот мыли сюда. Чтобы реализовать вот такой объект, нужно собрать на самом деле 150 тысяч, наверное, человек, которые участвуют во всем этом. Начиная от проектирования, согласования дизайнеров, рабочих, инженеров, строителей, отделочников, плиточников. В общем, это глобальная такая вот работа, которая длится на 100 квадратов в среднем 6 месяцев, чтобы заехать вот в такую квартиру с мебелью уже, со светом полностью. Ну что, да. Делайте заказы, мы реализуем и сделаем такую красоту. Это была реклама. Александр Ботинько. Лучший дизайнер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова